Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужчина, с которым виделись по работе менее 10 раз и общаемся на вы, предложил посидеть своим ребенком. Скажите, что это вообще такое? При этом у нас хороший душевный контакт, он образованный, интеллигентный, наверное, или интеллектуальный, тут непонятно, умный. И я видел его сестру в странице в своих сетях, как общается его родня. Он часто сидит с племянницей, это все здорово, но меня он не знает вообще. Еще один момент, он сказал, что никуда от меня не денется. И при всем при этом я замужем, а он по нации дегустанец, если это имеет значение в психологии мужской. Ну, то, что вы сейчас делаете, это предлагаете нам погабать относительно мотивов этого человека. Ну, то есть, вот, просто, вот, относительно того, какие мотивы у этого человека. Вы сейчас предлагаете нам погабать. Психологи не занимаются анализом третьих лиц. Это очень важно понимать. Вот, очень важно понимать, что мы этим не занимаемся. Вот. Психологи помогают тому, кто обратился, к себе разобраться. Например, вам. Коль вот уж вы обратились, да, к нам за помощью, например, давай мы будем помочь. И о чем интересно говорит ваша ситуация. Ну, ситуация, значит, которую вы описываете. Чем она говорит. Ну, в первую очередь, как мне это видится, ваша Ситуация говорит о том, что вы не очень счастливы в браке. То есть вы либо не очень счастливы в браке, либо вы не удовлетворены своим браком. Это, как мне кажется, проявляется в том, что вы, условно говоря, зацепились за этого человека, за этого мужчину. То есть у него получилось вас как-то зацепить, у него получилось как-то вас задеть. У него получилось вывести очевидно вас на эмоции. Другой вопрос. Что это за эмоции? Другой вопрос. Какие это эмоции? Вот. То бишь, что они из себя представляют. Вот. Это, я бы сказал, довольно интересно. И ваше внимание в первую очередь желательно обратить именно на эти вещи. на то, что конкретно вы, например, чувствуете, да? в первую очередь, когда речь заходит о, допустим, этом человеке. То есть, как вы к ним относитесь, как вы к ним относитесь, вот, к этому человеку. Что он для вас значит, этот человек? Какие чувства, например, он у вас вызывает, этот человек? Если, ну, если, если вызывает, да? То есть, то есть, вот, очевидно ведь, что какие-то, ну, какие-то чувства он у вас вызывает. Вот, что это за чувства, которые на вас вызывают нужные, на мой взгляд, поисследовать, как минимум, да? Для чего? Чтобы понять, чтобы понять и увидеть, чего вам хочется, вот, в этой ситуации. Ну, в этой ситуации. Чего вам нужно, вот. И дальше, дальше уже, я думаю, что будет вам Фомой, будет понятно, чего бы вы хотели. Относиться к этой ситуации можно по-разному, то есть для вас может быть неприемлемо предложение человека. Вы можете считать его бессалтным, вы можете считать его неэтичным, вы можете как угодно на самом деле к этому относиться, как хочется, так вот и относиться. Просто задача заключается в том, что вы сами для себя сформулировали этот аспект, чтобы вы попытались заметить, как я реагирую на то, что происходит. А вот, ну, с вами, да, как-то уж, значит, что вы чувствуете и так далее. И если у вас есть какие-то трудности в браке, если у вас есть Ну, крайне желательно, вот, как-то скорректировать, вот, разрешить, чтобы вы не переключались, к примеру, на, допустим, другого человека, вот, который, может быть, вам просто играет, или который, может быть, относится к вам как-то, как-то не серьезно, ну, то есть вариантов там может быть очень много, в любом случае. Поэтому не пытайтесь понять то, что человек делает, не пытайтесь понять как-то, как-то вот, да, ну, как-то расшифровать его, его чувства, да, не пытайтесь этого сделать. На мой взгляд, это совершенно бесполезно, вот. Лучше всего, если вы посмотрите на себя, вот. Лучше всего, если вы поисследуете себя, вот. Свои реакции, вот, психоэмоциональные, вот. И я думаю, я думаю, что, вот, как раз в этом вы сможете найти ответы на свои вопросы, ну, то есть на ответы на вопросы, которые, вот, вас, ну, тревожат, да, которые вас беспокоят и так далее. Во behold, вы получаете фэм, не знаю, фэм, фэмпфы, фэмпфыдит 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 фэмпф. Вээ зэо мэхм, вы, вы замыли, обаэ, вы замыли. Вээ зээ мэхмпфэдит фэмпфэдит фэмпедат. Да? Предлагает посидеть вашему ребёнку. А вот, собственно, какая первая ваша реакция на это? Как вы на это отреагировали? Вот, подумайте на эту тему, да? Попробуйте заметить свои реакции, вот. Ровно как и попробуйте поисследовать, то какие чувства вас вызывают этот человек, мужчины. Попробуйте заметить это, пробуйте увидеть это. Если вы сможете это сделать, да? Ну, то есть сразу получится это сделать, чтобы заметить свою психоэмерзанную реакцию. Я думаю, что это, в принципе, тоже послужит в какой-то степени, да? Я ответил на вопрос по поводу того, как вам двигаться дальше. В каком направлении вам двигаться, вот. Ну, мне кажется, что это всё, что можно здесь скрыть, да? Потому что, в целом, вот, информации очень мало о вас, нет? Что хочется сказать, пожалуй, вот про особенность национального, как вот вы сами изволили выразиться, да? То вот, вон, там, какой-то национальный. Я могу сказать, что это просто часто люди с, вот, приоритетами, скажем так, приоритетами, вот. Которые кажутся несколько, вот, знаете, непонятными для, допустим, людей других национальных. Вот, то есть, то есть, то есть, я вообще не сторонник того, чтобы различать людей по национальному признаку, да? Я считаю, там, ну, совсем некорректным, вот. Но я просто могу сказать, вот, что есть вот такая особенность. Её, наверное, нужно учитывать. Как-то так, я думаю, можно вам ответить сейчас с точки, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что это было полезным для вас. Надеюсь, что это было интересно для вас. Конечно, ребёнка оставлять с человеком, которого вы не знаете и который не знает вас, вот, не самая лучшая идея. Это правда, вот. Но для меня, вот, что интересно, да, это вот именно то, как вы отреагировали на эту ситуацию. То есть, для меня интересно то, что вы как будто пытаетесь человека понять, вот. Вот это мне интересно. И если он, вот, какие-то чувства у вас вызывает, вот, какие-то, просто вот какие-то чувства у вас вызывает, да? То нужно их исследовать обязательно, нужно их изучить обязательно, вот. И посмотреть вообще, вот, с чем они, эти чувства связаны. Тогда проблема будет решена. Всего самого доброго, удачи!